То, что мы против, мы в разные инстанции пишемся. На встречу с инвестором мусоросжигательного завода люди пришли задолго до начала, шли семьями. Зал местного ДК, рассчитанный на 300 мест, едва вместил всех желающих. В начале фильм «Тайная жизнь мусора». Он о том, как в Европе работают 200 мусоросжигательных заводов. Сходимся на места, кино остановилось. К киносеансу собравшиеся предпочли вопросы и ответы. Первые они адресовали главе Зеленодольского района. Был вход у нас в сельское поселение, и господин Тырин выступал. Он сказал, никакого мусорного завода строиться не будет. Мы вам сходимся добавляем миллионы жителей. Впрочем, как пока нет и проектной документации на завод. Ее разработают к середине июня и вынесут на обсуждение. Если экологическая экспертиза с учетом мнения населения примет отрицательное решение, значит проект будет меняться. Проект или место? Проект или место. Жители интересуются, откуда будут завозить мусор на завод. По словам инвестора, из Казани и Зеленодольска. И только после сортировки. Для этого в Татарстане откроют мусоросортировочные станции. Что вы будете делать с такими вещами, типа браузов, либо фрагментов, чтобы не стать главным? Будет производиться досмотр автомобиля. В каком решении? В ручном или автоматическом? В ручном? В каждую машину будете? Кроме того, буду кратиться даже в сейнам. Завод будет работать по японо-швейцарской технологии. Убедиться, что жить рядом с ними безопасно, активистов пригласили в командировку. Вы согласны поехать со мной? За чей счет мы поедем? За наш счет. Мы предполагаем внедрить так называемые гаджеты для телефонов, которые можно будет скачать и в онлайн режиме смотреть то, что происходит с точки зрения загрязняющих. В один миг завод не построят и сжигать тонны мусора не станут. Их в печь сразу не кинешь. Сначала нужно собрать, потом рассортировать и переработать. Это целая наука по обращению с отходами. Изучать ее придется всем татарстанцам. Мы обязаны определить региональных операторов, создательную структуру для сортировки и отходов. Вопросы и ответы, крики и молчания, конструктив и непонимание. Оживленная дискуссия шла почти 4 часа. В завершении инвесторы поблагодарили людей за внимание и активную гражданскую позицию. И пообещали, такие встречи пройдут еще не раз, чтобы неясности не осталось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова